Всем привет! Сегодня я хочу сделать свой прогноз на хоккей с мячом чемпионат России Матч между Сипсельмашем и Водником Многие скажут, ты что ебанутый? Какой хоккей с мячом? Что это за хуйня? Это такая хуйня, которая называется во всем мире Бенди В России это называется русский хоккей И этот вид спорта имеет очень большую историю Конечно же, две самые лучшие сборные в нем И лучшие страны, в которые в него играют, это Швеция и Россия Иногда Финляндия Правила игры какие там? Там примерно такое, как обычное футбольное поле, покрыто льдом Ворота там, ну, наверное, чуть больше, чем мини-футбольное И вот играют таким маленьким красненьким мячиком Вот таким, например, да? Маленьким Маленьким Вы оху увидите, кстати И клюшки там такие короткие Ну и я думаю, вы найдете в интернете, если захотите, узнаете, что это такое Он несмотребельный Ну как несмотребельный? Там, когда смотришь по видео, очень сложно найти этот красненький мячик, да? Ну, не видно его Вот, но это не имеет значения Почему? Потому что за всю мою игровую практику в букмекерских конторах, да? Самый лучший процент выигрыша Это именно по хоккей с мячом А сколько я там бабла поднял, это просто пиздец Просто пиздец Там такие плюсы, что... Я даже не знаю, какие там плюсы И вот, когда начинается хоккей с мячом Я там выжидаю там первые два тура Узнаю там, что, как У кого, какие команды Кто развалился, кто усилился сильно И уже начинаю ставить В этом сезоне, вот уже сколько, по-моему Я не знаю, сколько По-моему, 4-5 туров прошло, да? Я ставил, по-моему 5-7 раз Да? Ну, это все в закрытой группе было И все 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 Разы у нас выигрывали Причем там с таким огромным запасом было все То есть Кто у закрытой группы Не даст мне спиздеть, да? Все мы ждем хоккей с мячом Да? Потому что Ну, блядь Все-все поднимают бабки Вот Повторяю Хоккей с мячом Это один из самых лучших видов спорта По подъему бабла Вот, чтобы вы знали Чем он вообще характерен? Чтобы вы знали, да? Просто я Расскажу Для многих, кто не знает, да? Хоккей с мячом характерен, что это очень динамические виды спорта То есть там могут первый тайм сыграть 2-2 Или 1-1 Да? То есть забить там 3-4 мяча А Во втором тайме забить 10-11 То есть там Вы понимаете, вот там может взять Обычная история Игрок берет Мячик со своей параллайной поля, да? От своих ворот Проходит через всю команду, да? На высокой скорости И забивает гол Вот Вот это вот Чтобы я вам Вы могли понять, что там в принципе Все нормально Практически всегда Я ставлю на Total больше То есть в этом В этом виде спорте Особенно в российском Русском хоккее Или там Бенни русском Хоккей с мячом Он стоит всегда Стоит на Total больше Почему? Потому что Я вам расскажу Потому что Вообще Вот Шведский Хоккей с мячом И русский Хоккей с мячом Отличается тем, что Шведы Они всегда стоят в обороне То есть играют Затой обороны Русский же хоккей Он играет всегда в атаку Почему русский хоккей Называется русским А не хоккеем с мячом Или Бенни? Потому что они играют в атаку Вот Чтоб вы знали, да? Ну соответственно Там куча догов есть, да? Куча договоренностей Блять И я могу многие истории рассказывать Но В принципе Даже когда команды ставят на Сами ставят ставки Они ставят на Total больше Вот Ну Такая информация будет, наверное, вам полезна Теперь про матч У нас играют Сипсельмаш И Водник, да? Что можно вообще сказать Про Сипсельмаш Сипсельмаш Очень сильно Очень много игроков Оттуда ушло Хуёво очень выступает Там дно-дно В том сезоне Они очень много пропускали Он при этом забивали, да? В этом сезоне Блять От Енисея Только вот По-моему В прошлом матче Или А не В прошлом матче Пропустили 14 шайб А могли И какие шайб Шариков, да? Могли И 15 За И 20 Пропустить Потому что там Енисей Там набросал им Очень быстро Много голов А потом просто Они фигурным катанием Занимался Енисей И всё Ну это Енисей, конечно Но Сипсельмаш Хуже играть Особенно в обороне Потому что И Динамо Москва Им набивалось Столько, что Просто пиздец Вот Играют они дома Последний матч Сипсельмаш У кого-то выиграл По-моему Родина Не знаю Но Родина Это вообще дно Водник Водник Очень сильно усилился Очень сильно усилился В этом сезоне Хорошо играет Очень хорошо играет Последний матч Они сыграли 6-6 Сипсельм С Кузбассом Там в Кемерово В Кемерово Очень сильный Хоккей с мячом Причём Блядь Там судьи Блядь Тянули за уши Кузбасс И Водник Должен этот матч Выигрывать Но всё равно Кузбассу Забить 6 мячей Это Нихуй Ребят Вот С Динамо Играли не дома Водник Тоже По-моему Два или три Туры назад Выиграли Дома Динамо А Динамо Это Самая сильная Команда На сегодняшний момент Они очень сильно усилились То есть Можно смотреть Как вообще Водник Играет С командами Сильными Как с Енисеем Играет С Динамо Играет С Кузбассом Вот как с Енисеем С Динамо Это Водник Сейчас Наверное Равная Одинаковая команда По своему уровню С Динамо С Динамо Енисеем А Динамо Енисеем Выносила Этот Сильмаш Блядь Не то что Вперед ногами Блядь А вообще Хуй знает Куда Забивали Там по 13 14 Мячей А с Каневтяни К этому Сильмаш Я даже не знаю Сколько забивал Блядь Не помню Там что-то Под 20 Вот Вот такие расклады То есть Должны понимать Что Пока еще Ставки идут По прошлому сезону Многие Еще букмекеры Не получили Статистику По этому сезону И этим Надо пользоваться Как пользоваться Во-первых Матч Конечно же будет Много мячей Сильмаш пропускной А Вводник Это по сути Машина Вот На основе этого Будем делать Три ставки Сегодня возьмем Три ставки Первая ставка И первому прогнозу Тотал матча Тотал матча Больше Восьми с половиной Коэффициент Один семьдесят пять Я ставлю Бэтсити Ну Фонд бэти По-моему Там Один и девять Коэффициент Ну не важно Мы ставлю Бэтсити Почему Вы потом поймете Потому что Все три ставки Я ставлю Бэтсити И повторяю Первый прогноз Это тотал матча Больше Восьми с половиной Коэффициент Один семьдесят Вторая ставка Это индивидуальный Тотал вводника Больше пяти с половиной Коэффициент Больше двойки То есть Шесть мячей Я думаю Вводник Там Отгрузит Вот этому Сильмашу Они отгрузят Ну и Это вот Такие Хорошие ставки На хорошие суммы Ну и Третья ставка Тоже там В принципе Неплохая сумма Такая средненькая Это Индивидуальный Тотал вводника Больше Шести с половиной За коэффициент Три Ровно Три Хороший коэффициент Почему бы Вводнику Там семь Потому что Я думаю Там скорее всего Вводник Отгрузит Десяточку Десяточку Отгрузит Им Только Вводник Вот И коэффициент Три сыграют Мы Вчера На берегу Ставили Тотал больше Четырых с половиной За коэффициент Три и четыре Легко Вообще В легкую Зашло Вот Поэтому Вот такие Мои ставки На этот матч Повторяю свои ставки На матч Сепсилимаш Вводник Это Тотал матча Больше Восьми с половиной Индивидуальный Тотал Вводника Больше Пяти с половиной И индивидуальный Тотал Вводника Больше Шести с половиной Матч Начинается Сегодня В пятнадцать Ноль-ноль Матч Придет Новосибирский Смотрите Хоккей с мячом И болейте За эти команды На которые Вы поставили Всем пока Матч